Возвращаемся на переигровки Dream League. Первая групповая стадия позади, вторая впереди. Переигровки в процессе. Нам нужно выявить одну из трех команд, которые турнир покинет. И мы приблизились к этому вплотную в данный момент. Прежде чем перейти к предматчевой аналитике ВП против ГГ, еще немного закроем эту блатор на НЧ. Необычный выбор. Не было героев с огромной скоростью атаки, которые бы в этот блатор накидывали. Тем не менее, он его так рано купил, и мы на него обратили внимание. Он не то, что рано купил. Он все-таки саппорт. Он просто купил его фактически первым. Ну да. Есть в этом идея, на самом деле, добавить больше дэмэджа, бёрстануть кого-то. Потому что условно, у Луны качается БКБ, накидывается на нее Блудор, она 100 из 100 умирает. Если Луна погибла, кто будет бить вообще? Дэмэджа-то больше нет. ДК? Нет. Дум? Нет. Поэтому, ну, еще это может быть такое, что вот я когда на НЧ играл в свои времена, я жадничал. Я жадничал, я фанился, я мог позволить себе взять пику Муншарт и пойти, так сказать, Симпетуса раздать условно. Но зачастую это не то, за счет чего ты выиграешь. Так что я думаю, это вот такое полуболовство, но при этом еще и с умом. Вот так. Ну, в общем, ладно. Оставим этот матч в прошлом, он уже прошел, к нему мы вернемся, возможно, если у нас будет второй круг переигровок. Но пока что этим и не пахнет, потому что на горизонте матч Virtus.pro против Gaming Gladiator. Именно эта игра будет второй, да, вы не ошиблись, проигравшей против, соответственно, ВП, которые ждали, которые смотрели. И здесь все просто. ВП играют первую карту дня, а вот Gladiator в случае поражения все. Они сейчас на краю пропасти. Им нельзя ошибаться, это Best of 1, к которому свелась вот эта вот групповая стадия. Про ВП. Мы особо ничего еще толком не сказали, только в начале. Вот ваше мнение, ВП, они в принципе выглядят так же, как и большинство команд, крайне нестабильно на этом турнире. Но в чем конкретно их сила и проблема на Dream League? Драфты? Исполнение? Везде не хватает немножко, давай так. Как будто им просто нужно банально больше времени. То есть они, с одной стороны, как говорится, в нашем регионе они закрепились, как такая уверенная команда. Но на тир-1 уровне, вот везде чего-то не хватает. Где-то они передавят, где-то наоборот не додавят, где-то за киритычем не пойдут. То есть бывает такое, что они сыпятся сноуболом. Условно, что последнее я отмечу из-за такого ярко выраженного. Это, например, как Сквадикс был на Пангольере, вышел в мид, подставился. После этого киритыч через минуту ловит смог. То есть, знаешь, они могут попасть в этот сноубол. Какой-то вот такой вот сноубол. Да, сейчас продолжим про ВП. Друзья, но вы не забывайте, что у нас есть еще одна акция, которая называется «Три ставки». Для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, нужно сделать три ставки на Dream League 22 сезона. И в комментарии поста с розыгрышем в телеграм-группе VinLine Esports написать свой ID VinLine. Вы попадете в получастников и будете иметь возможность получить суперценные призы. Они здесь тоже у нас очень крутые. Там игровая периферия, мониторы и многое-многое-многое другое. Подробности по баннеру, по трансляции читайте, участвуйте и наслаждайтесь игрой вместе с VinLine, конечно. У нас начинаются драфты. Но, Сань, я тебя еще не послушал по поводу ВП. Мне кажется, у них основная даже не проблема, а особенность в том, что у них огромное обилие того, что они могут взять. И очень сильно изменить геймплей некоторых ключевых игроков. Потому что Сквадикс может спейсить на Спиритах, на Пангольере. Он же может взять Хускара и что-то там пытаться... Штормо? Ну, это Спирит тоже. То есть он может на Хускаре пытаться какую-то агрессию навязать, хотя герой там не супертипичный. А потом в какой-то игре он внезапно выкатывается на Темплорке и уже фармит. И то же самое можно сказать и про Киритыча. Там он фармит на Майде, на Наге, Суперкор. И тут ему внезапно берут Омника. И совершенно другая игра, она очень нестандартная. И для того, чтобы это исполнять, нужно прям очень-очень много практики. А сложно иметь одинаковое количество практики, тренируя, не знаю, три разных плейстайла, а не один. И получается у них, типа, игры очень дисперсные получают. В одних они выглядят классно, у других не получается вообще ничего. Ну, или не то, что ничего, а оппонент не дает им сыграть хорошо. Интересно, вот такое мнение у нас получилось у Владоса и Фобоса. И я для себя в нем действительно нашел ответы, потому что я отметил то, что действительно у ВП... Такое ощущение, что иногда у них есть план, все четко, потом раз, слом и сноубол. Таких моментов было много. И второй момент, да, то, что они же начинали играть квалы, вот эти вот, на все вот эти вот турниры, начиная там с Дрим Лиги, заканчивая Бирмингемом, они все турниры играли как? Первым номером. Мы даже отмечали, что они так здорово играют первым номером. Но потом у них пошла вот эта дисперсность, и если открыть как раз-таки OG, у них видна закономерность, чем они играют, хотя сейчас они и удивили. Гладиаторы тоже пришли, вот, к сожалению, для них к узкому пулу. В ВП вы не найдете вообще никакой закономерности, там все. Все, буквально все, все пики современности залетают, и не будет ли в этом проблемы? Вопрос хороший. Но я для себя вот вижу ВП, в отличие от ГГ, это команда, у которой все еще идет процесс становления. Они очень плохо в прошлом сезоне там на Риаде выступали, потом был Инд, и все-таки нифига себе они могут играть. Сейчас опять спад был. Вот сейчас они где-то между. Мне кажется, этот турнир для них это Рубикон своеобразный. Думаю, стабилизация, действительно, я полностью соглашусь, ведь заметно, что ты правильно подметил, что они учатся. Они правда учатся, они учатся найти свою игру, которая у них получается. Потому что обычно как бывает, команда берет и замыкается, и начинает игроков менять, еще что-то придумать. А здесь они такие, нет, игроков мы не меняем, у нас все ок, мы просто должны дальше поучиться. И вот, что мы уже видим. Мы видим крутую Энигму, которая задала Темплю за Секьюри Лалейт. И, что немаловажно, они сейчас могут в Союзе добрать либо Тинника, либо Тускара. То есть это, наверное, фаворитный герой, да еще и может в МИД пойти при необходимости. Так что здесь пока очень плюсовый раздрафт. Не особо мне нравится ФП Батрайдера от Гладиаторов, что скажешь, Фоба? Ты так про учебу интересно заговорил. Я тогда подумал, блин, это же такой чемпионат самых топовых команд. И сейчас, по факту, у них получается экзамен, да, стоило ли они быть прям самыми топовыми. Хотя то, что они уже здесь находятся, играют там за то, чтобы быть восьмерке, сильнейших Дрим Лиги, это уже круто. Я бы сказал, у них аспирантура, типа, у них или там ВУЗ, то есть они уже вышли на этот уровень, но им нужно продолжать учиться именно вот дальше, да, то есть они уже прошли какой-то путь, но нужно... Да, ВП в этом плане... Смотри, наполучали пульками и сами взяли. Но это, возможно, не Керри Гирича, это вот нам показывает не просто так тоху, что у них-то... Да и у большинства команд Гирича-то суппорт надо... Вот же и сейчас всех удивили Керри Гирокоптер. Ну, кстати, Гладиаторы любят, любят, но... Но, если честно... По подобию Бетрайдера, по подобию Бетрайдера, кстати, если они смогут с ним исполнить, прям хорошо, действительно... О, у них вообще драфты поменялись. Немного объясню. Это Гирокоптер Керри, потому что всегда Гира пикали в Энигму, это самый сильный персонаж, потому что Энигма у нас здесь тройка, появляются Долоны, и Долоны бьются. ДБ здесь может быть как и флексом, но, скорее всего, это будет линия. Это ДБ Гира. Силари достаточно хорош на ДБ, плюс Энигма не может нажать свой Блэкхолл без БКБ абсолютно, его сразу же прилетят, собьют. Да и линия, вдумайтесь. Ты подбегаешь, ты кидает молот, нажимается... Ну, Гира дает свои СПЛ, и, как будто, никто оттуда не уйдет. Мне кажется, что слишком много чести для Энигмы. Ну, у них по факту сейчас вот это Гира и Брекер, они, возможно, пикнуты, потому что... Ну, один и второй очень легко с эйдолонами расправляются на линии, да? То есть один молотком, второй флеком. По игре действительно вертолет хорош и Брекерша хороша. Ну, в какой-то момент, если помните, когда была мета Энигмы, она даже была таким, как мини-контрпиком. Даже не мини, а средним контрпиком в Энигме. Вот. И Энигма здесь, это позиция 3, либо суппорт. И когда ты двух героев вот так вот просто, чтобы Энигме игру сломать, которая на самом деле просто купит свои ауры, ну, и будет полезная. Он там не будет саппорта, потому что они не пикнули Беттини. Короче, УВП в этом плане немножко ограниченность есть в пуле... Фангане сыграет? Не сыграет. Это не нужно. Это будет совсем не то. Это будет супер жадно. Сейчас, если честно, мне нравится драфт Гладиатора, ведь этого пака они еще закроют кункой. И вот тогда драфт у них очень крутой будет в моменте, потому что... Ого, они пикнули Фейсвелс и Вайда, просто этот комбинаст. Сверху уже лютейший лейт. Невероятно. Но забавно, что они его взяли, кстати, вот тоже против вертолета из-за него. И брейкера, войд тоже герой далеко не самый сильный. Скорее наоборот. Ты в хроно прыгаешь на брейкере, в хроно вертолет очень спокойно может попробовать пережить. Если у них остался суппорт, можно вообще задуматься о том, чтобы взять суппорт, который сайвить будет? Давай вспоминать о герое, который контролит Фейсвелс Вайда, это Doom, бейсмастер. Ну вообще Рубик есть, который может украсть Блэкхолл, хроносверш. Ну это фантастика, поэтому я вот больше покором. Вот что бы ты попросил себе, если бы ты видел Doom или бейсмастера? Есть еще третий герой, пытаюсь вспомнить. Вот именно очень крутой. Рейскинг. Именно оффлейн позиции. Рейскинг можно и на оффлейне. Да мне кажется, оффлейн брейкер, нет? Прочем, ну против Вайда придешь. Тебе кайфово. Войнигму прыгнул, Вайда прыгнул. Вообще классно. Бэтрайдер и задачу инициации у тебя забирает. Кускар против Пака. А, это... Здравствуйте. Ну я, конечно... И Рубик, и Рубик еще, и пошли. Я человек простой, да. Логика Данилы Стражника, знаменитая, включается у меня. Вижу драфт сверху и понимаю, что если он доживет, ловить Пака сложно. Воет всех убивает. Еще есть инигма, которой здесь тяжеловато сбивать блокхолл. Особенно если это какая-то скрытая суппорт инигма. Но снизу, безусловно, опять гладиатор, опять темп исполнения. Но давайте представим, вот прошлая игра. Если они начнут ошибаться этим драфтом, им же просто конец. Ну их же просто сметут. Но за счет того, что у ВП долгие кулдауны, там будет хотя бы шанс подышать. То есть это... Картошкой? Ну, над чем угодно. Тут проблема в том, что у них все линии фаворитные сейчас. Такое очень редко бывает. Ты не можешь выиграть Паком Кускара никак. Ну... Воет тут линию, скорее всего, свою проиграет. И они мы тут закрыли везде. Ну, потому что там флаг, а там молоток. ФНГ будет целиться в аппараты. Это не значит, что ты проиграешь лайнинг и проиграешь игру. Но то, что ты выйдешь с линии, в лучшем случае, 50 на 50, это может тебе подругинить. Да, тут еще такой интересный момент. Мне кажется, почему ВП все-таки... Мы говорили про надежность вначале, и вот сверху это такая некая надежность. И плюс ко всему, ВП, они ломались в моменте, из-за этого проигрывали игры. Очень иронично то, что остались пока что на турнире. Они исключительно из-за того, что Азу Рэй на последней карте сделали то же самое. Они сделали одну ошибку с огромным преимуществом, которая их полностью похоронила, и все. И там как раз-таки этот войд был, который же не отпустил. Думаю, что есть какая-то надежда на то, что вот эти гладиаторы в своей расхлябанной форме не смогут додавить, досноуболить. Но я понимаю ваши опасения. Но с другой стороны, представь, когда ты ведешь 10-15 тысяч, ну ладно, 10-12 тысяч на минуте 25-ой, ты поднимаешься на горку с вертолетом и Хускаром, начинаешь бить вышку, а у тебя Энигма воет пак. Да, ни урона, ни вещей, огромные кулпауны. Причем тебе как бы могут насыпать. Я такой, ладно, дамогерой зафакушу, и в него брейкер прыгает. Бруду могут взять. Гладиаторы могут сейчас взять у Флейн бруду. Ты знаешь, тут вообще мне нравится все. Мне нравится Рубик, мне нравится Бруда, мне нравится Алхимик даже. Без смысла, Алхимик Байн, ты проверял? Аппаратозвонил, прочитали. Блин, они такие молодцы. Это просто очень хорошо. Это будет повторение практически вчерашнего дуэля вояда против Сларка, как раз-таки про которую я только что рассказывал. Там как раз был Сларк у Лоу. Ласт пик. Пятерка, тройка. Ну, точно пятерка. Все-таки они вспомнили про своего суппорта вертолета. Пятерка. То есть Артем будет тащить. Да, да, да. Ну смотри, аппараты они прочитали, которые я предугадывал. Ну они, смотри, они того и другого. Это Вич Доктер. Это дэмэдж крона. Это фиолетовый драфт, ребята. Все. Как за них ни топить, ни болеть? Для меня очевидно. А Вич Доктора на ласт пике? Его еще и ослабили сейчас. Да неважно, все. Все. Фиолетовый драфт. Он же так часто появляется. Фиолетовый, думаешь? Конечно. Ну, ВП. Сколько Вич Докторов за турнир было? За кого? Я думаю, это первый, это первый. Я думаю, и это будет тот самый, который вот поставит свой вард куда надо. Жаль, порезан вард. Да, слушай, все на самом деле выглядит очень-очень экстравагантно. Драфт вот этот ВП. Но я скажу одно. Не дай бог гладиаторы вот сделают какую-то руину здесь. Им этого не простят. Драфт сверху слишком силен, если он переживет мидгейм. Ну, мне он больше нравится, чем нижний, потому что снизу гирокоптера не упустили керри, ДБ не сделали пятерку, сделали тройкой. Вся надежда на Квинна. Если Квин у нас давит, то они выигрывают. Когда Дота вообще парагон предикшн с подрафтом даже ВП. Мне кажется, гладиаторы тут их просто так сотрут за 20 минут. О, у нас уже какая-то полярность. И в этом плане мне, конечно, Сларк не понравился. Мне нравились вот те герои, которые я перечислял до этого. Сларк это все-таки ослабление, но у них просто дикий лайнинг. Вот дичайший по сравнению с тем, что есть ВП. Слушай, ну я вижу, как будто, в принципе, мы все сошлись к одному, что дикие линии, да, старт может быть хороший, но потом могут быть проблемы. Давайте посмотрим на коэффициенты. Они, забегая вперед, точно такие же практически, как и с OG. Да, 2.45 на ВП, 1.50 на GG. Здесь все так же. Мне очень интересно посмотреть. Мне тоже нижний драфт видится гораздо более взрывным, стартовым, а верх не очень жадным. Но очень интересно посмотреть на прошлую игру, потому что опять вот этот вот гладиатор с своим гига драфтом. Сейчас развалят, приходит Квин в мид, и вот представьте, он там отдает ФБ соло-килл. И все меняется с ног на голу. В общем, вопросов у нас много. Самый главный вопрос, будет ли третья карта, будет ли здесь победа. Посмотрим, что будет в игре с лово-комментатором. Да, что-что, но вещдоктора мы не ожидали на переигровках. Напомню, что это важнейшие матчи, соответственно. Ну, в случае с ВП у них еще есть шанс на ошибку, но все же не стоит. В случае, соответственно, с Киридовичем и компанией, которые взяли себе вайда вчера, и мы видели, насколько тяжело им было играть доту, и как долго им пришлось камбэкать. И то, я бы сказал, что Лоу и компания сами им отдали эту карту. Здесь нужно будет, чтобы их Джиджины ошибались. Прям вот, прям конкретно, так, хорошенечко. Но зато представь, как воображение-то выглядит красиво, когда ставится хроносфера, вард Вич-доктора, там Миднайт Пульс. Это круто, друзья, наслаждайтесь игрой. Остальное за винлайн ныряем в эту карту, которая, возможно, решит судьбу коллектива Gaming Gladiators. Ну, так или иначе решит. Либо второй круг, либо вылетаем. Говорил Фобос о том, что порезали в Дев Вард Вич-доктору. Сообщаю, просто так как он не уточнял, что там случилось. То, что TrueSight просто больше не работает на Дев Варде. Раньше он работал. Че не TrueSight? TrueStrike. TrueStrike, да. Вот. Итого. Да, нужно тянуть. Тянуть слевым, нужно тянуть, правым нужно бежать вперед. И замечу я вам, что Сларк, вот сказал Фобос, что это ослабление. С одной стороны, да, вышки Сларк не пушит, он ненавидит это делать. С другой стороны, это Death Shroud. У вас в Хроносферу был сейв только в виде ультимейта Валоры, а это далеко не всегда самый сильный хил на планете. И Death Shroud шикарнейшим образом может работать против Хроносферы. Ренджа там не идеальная, но вчера мы наблюдали, как, например, Киридж ставит Хроносферу на двоих, и Death Shroud ставится сразу же от лоу в двоих также. И полностью нивелирует весь дэмэдж, который влетает от Хроносферы. Ну и плюс, да, Нотис, да, на Энигме я очень мало видел. Не уверен, что на таких героях ему суперкомфортно будет. Тофу! Тычку, тычку, тычку в Тофу не успели выдать. И Тофу выживает еще, он прячется за деревьями. Дураччо, таблкил! Дураччо утащит себе First Blood, соответственно, пассивку перманентную. Не знаю, залутал ли он вторую, по-моему, там слишком долго он не бил. Но Squadix также падает, и того это 2-0 уже для GG. Шикарное начало. Рискнули, но хорошо хотя бы здесь не достался этот килл Квинну, для того, что он медлинию стал разваливать. Да он и так развалит ее. Ему нафиг не нужны никакие First Blood, а там Кускар в пике для него против Бака, который и так в линии всегда стоит минимум 50, чем максимум 50 на 50. Ну ладно, посмотрим. У Киридыча вчера на Вайде были лютые проблемы. Здесь они будут еще не меньше, потому что вчера он стоял против Думы, а сегодня он стоит против Валоры и Батрудинова. Друзья, прервемся. Рубрики раскопали от Dota двору. Gaming Gladiators и Virtus.pro продемонстрировали довольно узкий пул героев в первой стадии, групповой стадии этапа Dream League сезон 22. Коллективы использовали всего по 36 уникальных персонажей за 14 сыгранных карт. Это один из наименьших показателей среди всех участников турнира. Вполне возможно, это одна из причин, по которой они сейчас на этих переигровках. Да, саха есть. И замечу я, кстати, что... Ой-ой-ой, у нас на миде проседал его бак, на топе проседал его надежда. Киридыча пытается подрезать. А, тут еще и флаки, да. Тоже. Почему против них мой пикнут был Герокоптер. Здесь он, правда, не на керри позиции, но, опять же, будет неплохо разбивать Иделонов. Неприятная история. Сейчас самое главное не усугубить не очень хороший старт в АП. Не очень хороший? Ты имеешь 10 против 3 на миде? Да, не очень хорошие ребята. Что-то просто пачка крипов, еще не пришла под вышку, что-то подобное. Я хочу найти оправдание и возможности, но, конечно же, это беда, на которую ВП осознанно пошли, если честно. То есть вы же должны были предполагать, что с вашим драфтом что-то может быть не так. В смысле, с ним все так. Просто задумка другая, да. Задумка на... Как обычно переигровки вообще выглядели? Все пикали себя антимага против Вайда или Нагу какой-нибудь. Ну, вот таких вот суперлейтовых героев и пытались выйти в лейт на уверенности сыграть, да, там передрафтить на оверлейте. В свою очередь GG просто поймали БК за рога и такие, ну ладно, хотите в оверлейт, мы вам его просто не дадим. Напикаем активных героев и не будем париться. Но при этом с получением левела можно чисто за счет кнопок ВП убивать через Маледик, через рассказ того же самого Тинни. То есть дэмэджа много будет. И это не сильно их ограничит. То есть есть возможность выиграть время, допустим, для Кириточа, чтобы он вывез уже артефакты и затянуть эту игру. На ХГ к ним подниматься тоже неприятно будет. Я бы сказал так, вот Вичдоктор, наверное, даже немножко вписывается в прадигму, которая происходит. Если посмотришь на драфт УП, то с дэмэджом могут быть серьезные проблемы с тем, чтобы пробивать Сларка, который на мультимейт будет уходить. С тем, чтобы пробивать Эйса, который на Валоре, очевидно, будет довольно-таки большим и жирным. И то же самое касается Хускара, то есть плотность жесткая. А если посмотреть, что влетает под Блэк Холл и под Хроносферу, арба господина Пака, типа Гречка, но это мало. Соответственно, Вичдоктор хотя бы как-то компенсирует, потому что с его шестого левела, если цель зафиксирована, да, он дает спокойный Маледикт, дает ультимейт. И в целом все проблемы с дэмэджем решаются. Здесь проблемы с Квинном не решаются, потому что Сквадикс умирает. Сквадикс просто хотел на крипов посмотреть хотя бы. Он даже говорит, я бить не буду, дай, пожалуйста, опыт, посмотрю, что это такое. Тяжело и долго будет камбэкать Пак, а он является движущей силой в этом драфте. И учитывая то, что его сайдлинии будут довольно пассивно отыгрывать, да, то есть не Энигма не будет двигаться особо. Не то же самое касается Вайда, тем временем Селари. Селари красиво разыграно. Отспаунили Эдилона для того, чтобы заблочить Гирокоптера. И что, демажа не хватит? Немножко Нотис ошибся в блоке. Он сначала отлично блокировал Селари, потом мувнул Эдилонов налево, а Селари мувнулся направо. Буквально двух ударов действительно не хватает. Ну, разменялись по хп-шечкам, выбили какие-то ресурсы, заставили отойти. Но 3000 золота преимущества на пятой минуте на старте ее и 7 крипов у Пака. То есть у него столько же, сколько у суппорта, в принципе, сейчас. Вот, например, мне игру Эксэма напугни во второй карте экстримов против OneWin. Потому что там, да, там их просто уничтожило. Экстримы, получается, вышли. Или нет? Экстрим, да, должны были выйти. Я просто вчера не смотрел за этой группой, за второй. Пока же руна воды достается для Свадикса из-за хороших новостей. Единственное, что есть, ну, по контролю, там, неважно, Квин, у Квина это все из тебя выбьет, сожжет в прямом смысле слова. В Пак я просто, опять же, пытаюсь представить, как он должен возвращаться в игру. И мы обычно произносим фразу, вот, файт и начнется. И там, через Dream Coil, все наладится. Да, 9-5 вышли. Но не в данном, кажется, случае. Потому что все три core позиции Gaming Gladiators чувствуют себя просто восхитительно. Потому что и в бот никак эйса не продавили. И будет все прекрасно. Кстати, Тофу выжигает в НГ. Идет эйс, туда же и подходит Селери! Ну, это ганг втроем на веща. Ну, типа, ок. Ладно. Еще и из минусов ФНГ пришлось качать стил. Стил, кстати, совершенно опишенный. Многие его недооценивают, кто играет. Против вещей. Потому как ему поменяли, да, всю ситуацию. Раньше он и дамажил, и хилил. Теперь он только хилит. И объем, конечно, КПД, я бы сказал, от него стало намного больше. Да, он изначально его вкачивал вообще для того, чтобы Кириточа как-то поддерживать на линии. Когда сильно харасили вайда. Поэтому не думаю, что там сильно поломался его билд. И убивали вещдоктора добрых секунд 30, бегая за вышкой. То есть долго. За это время немножко Энигма там что-то получает копейки на линии. В целом, посмотреть на отставание, да по позициям 200-300 золота среди коров. Если мы мид не рассматриваем, про мид вообще забыли. У ГГ есть мидер, у ВП нет мидера сейчас. Да, да. Ну, Сквадик все-таки набирает. То есть 6-м левелом там активную руну отконтролить. Топу пришел на ботом. Тут дабл дэмэдж. Сквадик забирает. Топу не вовремя. Сделал ротейшн. А на топ тем временем Лазхит забирает дурачье. Супер приятно. Ушли саппорты. Это все дело прочитал Селери. Сказал, ладно, я на линию, точнее на руну не пойду. Я схожу, просто помогу убить Энигму. Благо, Энигма герой очень-очень беззащитный. Пак вообще в лес ушел под руны, чтобы фармливать себе. И Пак же получил себе еще дополнительный стак. Тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть. И становится все больше и опаснее. Да, и посмотрим. Вот мы видели, как GG играют на вторым номером, да, с драфтом, который должен играть первым. Здесь у них все пока в порядке. Они играют первым, что драфт их и позволяет. И идеология также. Я бы даже сказал, что они пока еще не пытались навязывать свою агрессию. Но один ганг в бот, который был сделан, они просто вывозят старты в артефакты, чтобы собраться кулачком и уже пойти давить. Вот армлет появился. Я скорее продажу, что сам типаж игры поменяется сейчас. Мы увидим, как они реализуют превосходство. То есть, если они эту карту проигрывают, означает то, что они и плейстайлом второго номера проигрывают, и второго, и первым номером проигрывают. Это страшно. Это уже повод будет задуматься. Ну, я уверен, что гейминг-гладиаторс явно будут не в восторге, если они не пройдут в основную стадию. Айсфорд, пульсу минус. Ну, там, ладно, ПТ-шка довезлась, это самое главное. Ресурсы уже имеются. Еще и пачку крипов на себя уводят, что тоже приятно. ПНГ. Айдз. Зачем-то подставляется под героя, у которого нереальное количество дэмэджа в самом начале игры. Там, правда, мана маловато. За топу. Пак. Бадмаледикта. Еще и пак сюда пришел. Ну, это вот, да, это называется пятером загонгали Детрайдера. Тоже не то, чтобы это фраг. И деньги достались в ПНГ. Это окей. Большой вещдоктор — это хорошо. Круто, конечно. Пак, я думаю, не разделяет этой точки зрения в этих условиях, когда он на 500 золота всего-навсего больше, чем герокоптер-супорт. А вот сейчас с линией уже на Энигме хочется ливнуть. У него пятый левел. В отличие от шестого на Дурачье. Спецлосфарк может уже прессировать сколько угодно. Тем временем на Айсамаледикт дали, рассказ дали. Но Маледикт дали слишком поздно, поэтому Айс должен жить. Квин. Бежать. Ребята, у меня есть армалед. Хотите я куда-нибудь что-нибудь нажму? Нет. Не получается никого догнать Квину. Там за союзшем погоня небольшая организуется, но крипы интереснее. Кстати, пока у нас Элари получает левел под мид. И Сквадиксу есть возможность подышать хотя бы против этого герокоптера. Он как раз столкнулся с равным соперником по количеству ресурсов. Снизу, кстати, стакнулись геймингладиатор вместе с этим Квином. Хочется забрать фейслес воида в идеальном мире. В идеальном мире Кирид еще не хочет появляться на линии. Но он стоит эксплуатает, правильно все делает, довольно пассивно отыгрывает. И так и надо. Сейчас максимально нужно не допустить просто именно ошибок за гулами. То есть нельзя отдавать фраги. Понятно, что товара будут ломаться. Хотя, кстати, если что, драфт с Джи не то чтобы хорошо ломать товара. И как раз таки ласпик Сларка. С одной стороны, он усиливает, потому что у тебя есть и подсейв в блокхол, и подсейв в коносферу в виде дипшрауда. Но, с другой стороны, или как он там называется, короче, Шарда. Но, с другой стороны, у вас никто не бьет вышки. Хускар не бьет особо. Ну, то есть он бьет, но ему не по фану. Валора ровно то же самое. Сларк ровно то же самое. Саппорты — это не пугна, которая может помочь с этим вопросом. Так что сложновато, да. И то есть затягивать есть из-за чего. Это самое главное для АВП сейчас. И критически ближайшие минут 10 просто пережить тем, что доджить драки, какие-то соло-киллы мутить, если только подблэхол или подхроносферу. Дайв жесткий пошел за ФНГ. Вижен, Вижен есть хороший ОВП, поэтому Киридж должен спасаться. Он просто уходит, бросает ФНГ. ФНГ пытается поражать телепорт, и мы его не сбиваем. Все окей, у Доха нет лассо. А Киридж остается на боте. Но Киридж не бьет крипов все это время. Он может вообще пойти на... У него есть маска, да, есть маска. Он может либо пойти попробовать свой лес, да, ботомный, либо пойти на аншей чужих. Там его вообще не ждут. Киридж на Вижене спалился. Теперь уже соперника, и это тоже сложность для него. Все в порядке в целом. Хотя нет, вот сейчас уже снова пригорает. Сюда все идут. Мне кажется, что вот на месте Кириджа сейчас Ятаро уже пошел бы в лес все-таки. Слишком опасно здесь фармить, даже несмотря на прокачанный в три там зайвок. Ну, уходит, уходит. Опять же, много времени потеряли сейчас Гейминг Гладиатор. Возвращается Сквадикс в игру. Там 3600, да, уже оторвался от Гирокоптера. Поднимается над Фейслос Войтом. То есть затягивать пока еще на ранних таймингах получается ОВП. То есть они сами не подставились. Вон, отец до 4000, да. У него все в порядке. Он Весл собрал как раз-таки против Ускара. Это хорошее решение. Не уйти нужно сейчас, самое главное. Еще раз не погибнуть, потому что суппорта далеко. Хотя подходит сюда еще Тинни. Как бы это ловушка своеобразная не стала, не надо на него полагаться. Просто уйти в свою двойку безопасно пофармить, допустим. Смотри, еще и Далончиков может здесь подфармить, в принципе. Но успевает все это дело даже с Денайд. Хорошо, ВП окопались после вот этого старта неудачного. 6000 золота преимущество у Gaming Gladiators и скорее всего оно будет расти, но не столь стремительно уже. Это разные суммы, когда ты ведешь 4000 на 8-й минуте и на 20-й. Это правда. Когда уже появляются хоть какие-то кнопки у Faceless Void, у Пака, что самое главное. У него левел появляется, это тоже важно. Так-то все равно, доминация, понятное дело, есть. И она еще вырастет после того, что Крашана заберет Хускар. Он обязан его забирать, это и так понятно. И никто ему, скорее всего, ничего за это не сделает. Можно сделать какой-то с Никки Смок и поставить хроносферу на лоу ХП Хускара и забрать Егис. Но это ванвейный путь, на который ВП не пойдут. Это не та команда. Будь это, условно, команда с Тобсоном, например, она бы точно вырвалась, без проблем. Но ВП играют в структурную доту, и они стараются вообще не допускать подобных ошибок. Вчера у них, правда, бывали странные загулы. Знаешь, там БКБшек нет, условно говоря. Давайте станкнемся вдвоем, пойдем на чужой треугольник, на ХГ против Зевса. И что-то подобное выдавали. Я думаю, сейчас им тренер сказал о том, что давайте, ребят, вообще полностью зачилимся. У нас драфт такой, в котором мы не должны допускать ошибок и создавать их самим. Да, вы, возможно, будете проигрывать 10 тысяч в 20 минуте. Но это вообще не будет ничего значить с точки зрения того, что у вас драфт просто на ультралейт. Сквозь БКБшного контроля фиговая туча. Пак скеллица, вы сами знаете, просто невероятно сильно. Из чего ему скеллица, тут вопрос хороший, да? Но что-то он все равно золотает себе к моменту центральных драг, прошу прощения. Я соглашусь, то есть даже если я увижу преимущество гейминг-гладиатор с там 1015 по золоту, все равно есть шанс перевернуть камбэк, но тет ХГ. ВП, ну, отпускают историю с Рошаном, хотя здесь, пусть усвой, дерется со Сларком. Нужно керетычу уходить. И Рошан с Квином. Один на один, все по-честному. Ну, я серьезно, на месте бывает, да, прям подумал о том, чтобы войти в этот Рошмит. У них тут не было вижена, да, в этот момент, когда заходил Квин. Поэтому нет никакой информации, что именно сейчас, на 13-й минуте, уже падает Рошан. Так, это не такой ранний Танин. Это Хускар декол, для него сейчас формат. Просто не видишь Квина очень долго на линиях вообще. Понятное дело, что ты можешь предположить, что там он фармит лес. Ну, я думаю, что все смирились, да? То есть, как только они Хускара увидели, поняли, что окей, игра будет долгой. Берем Вича, который в ЛАТ также невероятно хорош. Напоминаю, Аганим, например, дает ему сплит на ультимейт. И дэмэдж там входит прям несусветный. Мало того, он еще и не магический, что важно. Все это еще и на шарт работает у Вич-доктора, что вдвойне приятно. Поэтому ты в любом случае там какой-то свой дэмэдж выдашь. И Нотис хочет себе блинк БКБ. И это правильное решение. Справа только ЛАСТО, в котором, кстати, еще и по-хорошему надо сделать себе и блинк, и линзу, чтобы дотягиваться и сквозь БКБ прерывать блохолы. Квин с Аегисом тут пошел глубоко, потому что они в Вижене есть хорошие. С одной стороны, как классно было бы убить Квина быстро, но вы убьете его один раз. Но это тоже на самом деле не так плохо. Главное не убивать его за хроносферу один раз. На дурачье нападение, но он в позиции. Опять же, геймплей Сларка довольно мемный, потому что обычно ты на корах хочешь идти просто вперед и биться. Кто-то хочет стоять просто сзади, а Сларк хочет и то, и другое. Ему нравится постоянно быть на грани. И напой Квина. Дают ему первый ультимейт вместе с Маледиктом минус Квин. Неплохо. Потому что хроносфера готова, дримкойл готовый, если что, если начнется файт. Но разворачиваются и уходят. Сбили. Ритм немножко для гейминг-гладиаторс. Гейминг-гладиаторс стакаются вчетвером. Нотис фармит и пытается открыть топ. Туда улетает Квин. А теперь можно на развороте какого-то Селери поймать, кушать, попробовать. Но не форсирует события ВП. Действует очень аккуратно. Подцепили Селери. Сразу ставится Вижен. Разорвали дримкойл. А дэмэдж какой-то будет гейрокоптера, я надеюсь, чтобы хотя бы суппорта убить у гейминг-гладиаторс. Видимо, нет. Под Маледиктом там не хватает урона. И Селери выживет. Так и есть. Ну и Сларк фрифармит. 7800 у Дурачё. Тоха в кайфе в полном от такой игры. И он ждет, конечно же, своего Аганима. Тому, как наверняка там сделал дефолтный диффузол. Мэш Слэйер, если Мэш Слэйер есть. Нет? Нет. Орчид. Окей. Орчид, кстати, вчера лоу именно таким же билдом собирался. И ловил Пака таким образом. Или кого он... По-моему, Пака, если не ошибаюсь. Anyway, вся идея была в том, что ты максимально агрессивно играешь. И поэтому ты не собираешь Мэш Слэйер. Ты собираешь вообще ни одного артефакта на подсейв. Просто сразу же у Орхидея и Аганима. И влетаешь, начинаешь месить. При том, что итог этого Сларка был не очень позитивным. Но ладно. Сейчас все-таки другая команда у нас исполняет. И в топе стакуются вместе теперь уже ВП. Нападение на ФНГ от Дурачьо. В ответ получает им в лицо. Миднайт Пульс также пошел. Засыпали гречкой. И ФНГ погиб. Отступить. Если вы вот так будете отдавать ФНГ раз в 2-3 минуты и будет фармить Войт, вы довольны. Коэффициенты сумасшедшие от Винлайн. Уже сейчас семерочка чистая на победу ВП. 1.06 на Гейминг Гладиаторс. Вроде бы оно и понятно. 10 тысяч золота давления. Но я бы не сбрасывал со счетов шанс камбэка. Шанс камбэка есть. Но он, знаешь, из-за того, что довольно мало позитивных мулов. С одной стороны, да, вы убили Аегис из Кускара. Но если вы его убили, была бы совершенно другая ситуация. У вас просто может не хватить дэмэджа в определенный момент. Просто математически у противника будет слишком много шмоток. У вас слишком мало. Соответственно, амплификейшн урона будет не очень высокий. Хочется верить, конечно, в другое. Потому что, ну, очевидно, что мы хотели бы, чтобы ВП выиграли. С точки зрения того, что это восточноевропейский регион. С другой стороны, лично я с кайпом посмотрю и на Дюджи. Потому что выберок Тоха. А во-вторых, Саюж летает. И хроносфера на Сларка. Туда же Детвард. Это минус Дурачье. 35 секунд в таверне. Что странно, кстати, учитывая, что он топнет ворс. И топ-левел на карте. Ну, или топ-2 левел на карте, если взять Хускара. Но это килинг-стрик, который дается именно Паку. И еще и в лед. На Селери. Блок-кол. Туда же. Саюж. Просто уничтожение двумя большими кнопками. Сейчас, возможно, стоит свалить Квин. Квин летит. Квин летит драться. По итогу просто продать ему этого Тинни. Пускай забирает. Уйти остальным. Не погибать дальше. Они прыгают на топу. Можно, можно. Сларка нет. Они ничего не боятся. Они ничего не боятся. Контроля-то нет больше. Это минус 4 от ВП. И GG расставлено. Началось. Это просто жуть, ребята. Это просто жуть. Тут важнее даже не то, что они отыгрывают какие-то 3000 золота. Они сбивают ритм гейминг-гладиатор, с которыми должны были идти с ноуболом. Которые не должны были терять инициативу. Ой-ой-ой-ой. То есть, мы говорили, ВП никуда не торопятся. Они сейчас тебе выиграли 2-3 минуты. Это важнее, чем секундно получить золото. Вопрос, могут ли реализовать G-тайминги отсутствующих Black Hole и Хроносферы? Потому как это очень-очень страшное время сейчас должно быть для ВП. С одной стороны, это так. С другой стороны, Dream Coil 20 секунд. The Sword будет. То есть, постоянно какие-то кнопки в наличии есть у коллектива ВП. Пусть и не такие страшные глобальные, как Black Hole и Хроносфера. Ну и мы видим, что ВП, справедливости ради, первые вот эти 10 минут, будучи под жестким прессингом, неплохо двигались по карте. Поставлялись суппорты, коры, фармили. Киритыч, возможно, где-то чересчур осторожен. Ну а как по-другому-то действовать в таких ситуациях? 8000 золота. Вот вроде бы цифра зафиксирована. Отыграли там до 7, обратно к 8 все вернулось. Но время-то идет. Там уже на подходе молнии у Faceless Void. Киритыч, не повезло, не заспавнился кемп. Буквально секунды не хватило, там даже меньше. Вражескую двойку заходят. Gaming Gladiators недовольны, они как раз таки... Они должны стакаться пятером. Они должны такие так. Ребят, хватит фармить, сплитить, потому как нас поодиночке просто выловили. Если мы будем все вместе командой, то вообще ничего не произойдет дурного. И так оно и происходит. Минус на Вишдокторе. 32 секунды в таверну. ВП моментально уходит. Просто забирайте ВД, пожалуйста. Сферы нет. Глохола нет. Нечего делать совершенно. И действия опять очень грамотные. Теряют вышку. Никуда от этого не деться. Квин вроде бы простая с артефактами. У него скоро будет таганим. Философский камень для Вичдоктора. Приятно. Да. Пока главная проблема, это, конечно, творца с Киритыча. Void не самый лучший герой для фарма. Это и так понятно. И начало у него было довольно сложное. Хотя, кстати, по-моему, это самая лучшая линия была у ВП. И сейчас он доезжает пока до БКБшки, но до нее еще минуты 4-5. Долго, долго будет ехать. Если больше, да, в зависимости от. Вижен при этом ставится максимально агрессивный от ГГС сейчас по карте, чтобы не мог выходить в СС Void и нормально фармить. И самое важное, что дураще еще может скаутить чужой вижен. Опа, нападение на Селлари. Но это такой микрофраг. Главное сейчас слишком далеко за ним не побежать. Ласхит для Киритыча. Нотис забирает. Все-таки, все-таки. Киритыч очень сильно хотел себе этот фраг. И он бы довольно серьезно помог ему по таймингам. Зажимаются, зажимаются пока ВП. Нормально, нормально. Отбились, в двоечку зашли, пофармим. Сейчас раздевардим. ФНГ работает. Мне кажется, кстати, что забавно, да, что вся философия ВП всегда была направлена на early game доминацию. Если взять все квалы и так далее. Драфты у них все точно сугубо для того, чтобы доминировать early game. Сейчас, последние два дня, они полностью изменили свой подход. И решили, что нет, окей. Early game не получается. Точнее, получается, но редко. У них там супер много ничей. То есть стабильности в исполнении нет. И они решили, окей, ладно. Пускай берем драфт, который позволяет нам ошибаться. И впоследствии камбэкать. Самое главное, чтобы у них этот тумблер не в двух только состояниях находился. Либо фулл ранняя игра, либо фулл поздняя. Если ты умеешь и так, и так играть, то это шикарно. Друзья, вы же не забывайте о фрибете. 3000 рублей всем новым игрокам. Винлайн такую акцию запустили совсем недавно. Поэтому переходите по баннеру по трансляции. Промо-код пара дота. Хватайте в руки и используйте того, чтобы увеличивать свои капиталы. Смог, смог от топы. Компания Тручев влетает первым. ФНГ пытается монсовать. Войду очень больно. Сайлент заканчивается. Надо датаймвок нажать. Не успевает. И Блэкхол тоже в пустоту. Бичдоктор в таверну. До свидания. Минус три. Наконец-то получилось у GG. Хорошо подраться полноценно. Не соло-килл какой-то оформить. Союж. А что ему отменило? ТП? Мисклик? Я тоже не понял, если честно. Я думаю, это мисклик. Потому что вроде как у... Ну, не было никакого контроля. Никто не мог, да, ничего сделать ему. Очень странно. Ну и пака не было в этом замесе. Дэмэджа немножко не хватило по Квину. Но опять же БКБ работает исправно. Плохая позиционка была у ВП. И из хороших новостей они хотя бы не поставили хроносферу. Ну, потому что Тоха вовремя вжал Орчат. Просто по войду. И тот не смог ничем ответить. У него нет ни БКБ, ни манты. И он остался в этом замесе. Попытался хоть что-то нажать. Ничего не получилось. Этот Саленс такое чувство длился в вечность. Да, да. Сколько пытался выходить из пайта. Подозреваешь, что-то еще влетело просто. Да, да, да. То есть это явно не один Орчат на нем висел. И Аганим готов у Квина практически полностью. С Аганимом, соответственно, уже будет очень сложно. Это довольно большой объем контроля. И довольно долгий. И по-прежнему не вернулся по золоту Кириточную. Еще ему сбили ритм дополнительно сверху. И преимущество по золоту, чтобы мы не говорили, все равно растет для Gaming Gladiators. Пусть и не столь стремительно. Уже 13 тысяч. Это плюс один артефакт на каждого из скоров. Смотри, либо эта игра закончится в ближайшие 2 минуты. После взятия Aegis. Ну или когда соберутся. Но я думаю, соберутся. Ибо что там осталось? Элебарду дофармить Хускару. Ну, такое. В целом с Аганимом уже можно идти. И именно вот этот тайминг второго Рошана. Это золотое время для Хусика. Когда еще у противника не так много артефактов для того, чтобы его бёрстить. И одновременно с этим вся команда уже тоже готова. Аганим готов на Валоре. Она будет давать очень много хила в Хроносферу. Или в Блэкхол. Либо в Блэкхол Хроносферу. Если там все застакивают. И с Ларкой Аганим также готов. Соответственно, два прыжка. Это дополнительный объем агрессии. Возможность зацепа саппортов. Соответственно, позиционка для Вичдоктора становится просто упомрачительно сложной. Потому как у него артов на то, чтобы выйти просто из драки никаких нет. История, когда мы до третьего акта можем и не дойти. Так и есть. Отдать сейчас Т2. Дефать это ясно никто не будет. Забирают пока своего терзателя. ФНГ. Бывает. Бывает. А там, кстати, в отпуске ФНГ они не смогут забрать походу. Или смогут. Все, Союз пришел помочь. Я уже за Сквадикс испугался, если честно. Шард для Вичдоктора суперполезный. Кайф. У него были проблемы с выживаемостью в файтах. Сейчас не то, чтобы они отсутствуют. Все еще Орчард не дает себе кастануть шард. Но Дефс Вард дополнительный, это не только доп дэмэдж, но и, конечно же, скейт. Да, и ты можешь немножко сбивать ритмику этих атак. Нападают на ВД. Ты нажал, и все стоят такие. Вроде бы и уходить не хочется, надо тебя добить. После этого вроде бы и дэмэдж влетает. А там Маледикт вполне возможно висеть на каком-то из суппортов. То есть это все равно урон. Урон доделывает молнии. Тем временем БКБ почти готова на Энигме. Там буквально осталось 30 голды. Что в свою очередь означает то, что хотя бы один важнейший артефакт у ВП будет при заходе на хайграунд от GG. И Войт также дофармливает свою БКБшку. Я не знаю, сколько там осталось. Можете показать. Потому что этот артефакт крайне важен. Ну, пока, видимо, это у нас интрига, да? Пока немножечко интрига. Мы можем попросить Безглазого. Покажите, пожалуйста. Да. Это вертолет. Это с прошлой карты. Видишь, у него просто как раз очки, чтобы не показывать. Да, да, да. Ладно, на топе смог. И в этом смогу на этот керетчик, походу, да, и не дадут ему БКБшку выформить. Ну, это прям боль. Уходить отсюда не успевает среагировать Кириточ никак. Погиб. Даже если среагировал, какая разница, его все равно убивали. Овночь от Квина. 25-ая минута. Дышать не дают. GG. Зато пытаются хотя бы распушить линии ребята из ВП, потому что драться они сейчас не могут. Им нужна хроносфера, да и драться не за что. Пока на ХГ не постучаться, выходить никто не станет, принимать эти файты. Сверху Тинни там мансует, я смотрю, дерется с Валорой, по всей видимости. Сларк выщет БКБ себе следующим слотом. Хотя, честно говоря, в этом драфте вот БКБ прям не самое лучшее оружие. Да, каски летают, гречка летает, пак нажимает Dream Coil. Но это все. Ну и сайлент, соответственно, снимать, если что. А вообще Нотиста не нашли. Вода двух хроносфера тебя не спасет. Охотился Сларк за Нотистом в лесу снизу под Вижн. И сейчас, наверное, этот Вижн прочитают ребята из ВП, потому что Сларк очень нагло прыгал. Нотист медленнее. Тут еще есть Т2, в принципе, можно помансовать, постоять. Дурачье, БКБ. БКБ уже скоро, да? Просто двойкой фармят ВП на боте. Как фармят? Стоят и смотрят на крипов. Да, да. Страшно, потому что пока еще непонятно, где находятся соперники. На Вижн не попадаются. Стоюш. Ну, кстати, Брингдаггер уже есть. Это хорошо. Хотя, конечно, поздняя минута. Фарстав с стоящим артефактом, чтобы подсейвиться из-под Паунса. Ну, или вообще, в принципе, из-под тех же самых Лассо и так далее. Таки вражеского леса для Киритыча делаются от ПНК. Умом. Летит Квинт туда драться. Все понимают прекрасно, кажется. Нашли как минимум Союж-Союж. Ты привел за собой хвост. Ничего страшного, ничего страшного. Главное, чтобы он не притянул к ФНГ. К ФНГ. Теп-аут. Вовремя лид. Да! Да, не успевает ТОФ нажать Лассо. Мне кажется, что вот все эти моменты, они выглядят как будто бы дольше, чем на самом деле. Киритыча там не ожидают. Киритыча там не ожидают. Киритыча не ожидают на топе увидеть, поэтому, кстати, пак тем временем пытается свалить. Дурачё ещё есть паунс. Блинк-аут. Теп-аут. И это пак, ребята. Тут так работает. На скане не просветили у нас Киритыча. А ты уверен, что этот скан был др-сайд, а не рейден? Да, возможно, Киритыч просто на подсейв себе поставил, чтобы... Возможно, возможно. И это очень хитрый мув. Получается, что ты отдаёшь Союжа, ведь доктор прямо перед лицом противника делает теп-аут, и никто не думает, что войд находится на топе. Да, потому что он втроём фармить. Лес топовый, это как-то не то. Немножко. Видимо, это единственная опция, которая у ВВП сейчас есть. И она классно сыграна, она прям принесла свои плоды. Спокойный фарм для Вайда. БКБ у него уже должно быть. Главное, чтобы у него был телепорт. Да. Нет, нет, БКБ ещё нет. Возможно, предраспределить стики на боте за руба. На боте за руба. Блэкхол дали в дурачьё. Мы всё проморгали, ребята. Нотис также проморгал всё так же. Уходит сейчас ФНГ. Свой шарф, прилетает Союж. Кириточ, Блэкхол на дурачьё. Попытка. Вообще, какой Блэкхол? Хроносфера. Но он всех своих так же забанил. Да, хватает дэмэджа для Кириточа. Боже мой. Неплохо. Это было супер близко. И если бы таймлок не прокнул, то точно уходил бы Сларк из этого замеса. И это было бы два больших ультимейта с огромным КД, которые были отданы для убийства одной Валоры. Этого было бы мало. И GG сейчас. У них развязаны руки. Они могут идти вперёд. И они находят Кириточ, который остался немножко попармить. Зажимается БКБ. Уходит Кириточ. К нему только что приехал БКБ. Это свежая 9-секундная БКБ. Супер обидно. Конечно. Потому что не на файт всё это сделано. Но, опять же, 2000 золота. Ещё немножко минут себе выигрывают. Дерутся со временем в ВП сейчас. Не с командой Gaming Gladiators. Да, да. КГ здесь скорее статисты. Да. Они стараются... Это ПВЕ. ...отыграть свой геймплей, который, конечно же, полностью прогрессию. Но бараки стоят 29-ая минута. Если что, это страшно. Я ни секунды не хороню GG здесь. Они пока прям, ну, вроде, довольно сочно отыгрывают, да? Против трансфера всё равно нет прикола никакого вот туда. Интересно, кстати, что думал об этой ситуации Сларк. Потому что вот здесь он полностью выживает из-за ганима Эйса. А дальше? Вот он хочет драться. Прожимает эфраут. Классно. ВД как раз-таки тут шутшарда заслевелся. Совершенно не ожидали Кириточа найти в позиции. То есть Сларк, мне кажется, мог бы сразу же уходить из этой драки. Потому что его тиммейты были супер далеко. Но надеялись на то, что Вайда здесь не будет. Даже несмотря на все эти фраги, которые делаются Кириточа, равно на последней строчке среди всех хоров. Подцепили. Сквадиксы пытаются выйти. У Пака ещё и ул есть, если что. Дрим Койл. Нормально. Опять же, вроде бы кнопка в КД, но выжили. Ещё несколько секунд выиграли. Да, да. Это фокус, который был направлен на Пака сейчас. Столько вредит для GG. Потому что убить-то они его на самом деле... Ну не то, что не могут, но очень сложно. И ул, и блинк дают выживаемость сумасшедшего объёма совершенно для Пака. Опять же, билд шикарный от Сквадикса, он понимает. С одной стороны, ты когда должен камбэкать, тебе хочется Майл побыстрее, чтобы фармить быстрее. Но с другой, ты понимаешь, что придётся делать Майл четвёртым артефактом. По причине того, что выживаемость важнее. Тебе нужно кайтить соперника. 30 минут. Ачивка практически уже получена командой ВП. Сколько они продержались. Ожидание третьего Рошану уже Gaming Gladiators. Минута до обновлённого таймера. И вот если я говорил про то, что золотое время второго Рошана для Хускара, да? Опа. А это заход. Блэкхолл через 4 секунды будет. Хроносфера уже откатилась. Дрим Койла, правда, нет. На Сквадикса нападение неплохое. Хроносфера туда же. Эй сразу же ультует. Урона. Урона не хватает. Совсем никакого демеджа нет под все эти ультимейты. Натис прожал ВКБ, ты посмотри на это. А дальше. Блэкхолл. А где урон? Где урон? Урона нет. Ужаснейшая драка от ВП. Поверили в себя слишком рано. Нельзя ни в коем... Ну, то есть Сквадикса можно было отдать и не вступать в это сражение. Они думали, что все окей. Но на самом деле, если ты не видишь Эйса, то Эйс просто фул выхиливает по причине того, что у вас просто демеджа не хватит. И Вичдоктор не смог дать нормально ультимейт. Его просто отзонили там. Да, все это выглядело, конечно, максимально грустно. И теперь пойдут на хайграунд, зная, что все эти кнопки в КД. Просто Квин сломает линию, как минимум одну. А вернутся герои команды ВП, что им делать? Откидываться, просто спрятать. Блэкхолла нет. Это зеленый свет. Очередной. Отличная инициация. Посмотрим на Вича. Где Вич? Поставил палку, дал демедж. Дальше... Подошел Дурачё сбил. Да, Дурачё. Да. Вот 5 на 5 ни в коем случае нельзя было здесь драться. Еще и Дримкойла не было. Тем временем цепляют. Хусик, у Хусика нет БКБ, если что. Урона нет. Под Маледик прыгает Дурачё. А вот он уже готов раздавать налево и направо. Сквадиксу нужно спастись. Отбрасывается на орб, но останется на КГ. Опа, Тос хороший против Дурачё. Выбивает БКБшку. Эйс ультует. Саюж может отсаться здесь. Прыгает еще Дурачё. Не попадает по аунсу. Форстап и спасает ФНГ. Хорошее нажатие клавиш от него. Все, ультимейт ВД готов, можно драться. Не хватает, правда, кнопок других. 56 секунд. До хроносферы 80 до Блэхола. Терпение ВП. У них получилось. У них получилось. Нашлинию не потеряли. Нормально. Отвлекли от Рошана. Ты так называешь? Потом, когда будут давать интервью, после выигранной карты скажут именно так. Смоук от ВП. Просто выйти, поставить ворды, я так понимаю. Или найти соло-таргет. Потому что Виртус Про осознает, что GG, скорее всего, вышли в ботомный лес. Не видят противника вообще. Зачем они хотят что-то нажимать? У них нет ультимейтов больших. Что? 27 тысяч золота преимущества у вашего соперника. Вы в Смоках идете без всех кнопок не всей командой. Это тот самый Смок, который в предыдущей игре GG похоронил. Да. Но здесь, с другой стороны, надежда же на то, что ты найдешь один таргет, максимум два, и никто не придет, кроме Эйса на ультимейте. Да, да. Вот только хочу добавить, что всегда придет Эйс. Вы в целом не можете быстро убивать. У вас нет взрывного демеджа. Он весь продолжительный. Валора здесь была шикарным выбором от Сивая. И они осознавали, что это будет точно Хроносфера, в смысле Войт, потому как ВП уже повторяются с этим героем и засекюрили заранее. Потому что, по-моему, Валора появилась до Хроносферы. Или нет. Я не знаю. По-моему, да. Ну, просто ограниченный пул героев, то, о чем наговорила статистика от ДТУ ДВРУ. У кого? В целом. И у ВП, и у гейминга театра. Просто у ВГ, ты скажи Эйсу, что у него ограниченный пул героев, он просто поржет. Ну, хорошо. Кэйсу его просто в ноль. Он исполняет буквально все. Сколько они брали, что у них наименьшее количество героев среди всех остальных команд, которые участвуют на Дремлиге. И поэтому подготовиться к ПП попроще. И в ВП, кстати, и ГГ не таким большим пулом играли. В случае ГГ, я уверен, просто и связано с тем, что не очень удачное выступление пока в группе идет. Если найдут свою форму хорошую, то начнут уже на всем катать. И вроде опять затягивают. И уже 35 минут минимум продлится эта карта. Саюж покажет. Рашид себя же сам сканит, чтобы не прыгать раньше времени. Но сейчас делать, видимо, придется. Но это может перернуть игрок в какой-то мере. Если он состилит Аегис, уж тем более. Слышит то, что Рошана забирает. Какой-то такой тайминг поймать нужно. Проблема в том, что фул рассказ не убьет Квина. Даже на ОУХП. Тут забрать Аегис, мне кажется, планы не убить Квина. Да, это да. Ну что, попытка? Попытка пошла. Саюж, время запускать! Прыжок? Нет. Как-то очень долго все это идет. Репрессер! Что он пытался забрать? Что? Почему? Что он пытался забрать? Ладно. Ладно. Я бы еще понял, если бы он сначала полено... Ну, ладно, он полено кинул... Он что-то взял вообще, Тинни? Там валялся точно баннер, но он баннер тоже не забрал. Нет, ничего, ничего взял. Да... Как-то это все странно выглядело. Он прождал лишнюю секунду с этим прыжком. Но это смерть у Квина. Нажал кнопку и нажал кнопку. Да, да, да. Причем он сначала кинул полено, потом уже прилетел давать носовый ланч. Дисперсер готов на Сларке. Очень сложно их будет пробивать, конечно. Я вот говорил об этой проблеме, да, что если вы так сильно проседаете по золоту, то да, у вас есть Блэкхолл, да, у вас есть Франсфера от дэмэджа просто. Нет, ни туда, ни туда. ФНГ подставился, дал каску в крипов, чтобы просто пофармить. Ему говорят, никаких фармить. Гудлайк Квина сюда, сюда. Сквадик, чтобы добраться до своей базы сейчас. Нормально. БКБ. Мало того, у нас саппорт Гирокоптер пятерка с грифсами. Тиммер кейпом и БКБ. Но сейчас тоже БКБ прожимает. И вот это большая беда для команды ВП им дефаться. Без этой кнопки будет очень и очень сложно. Это правда. Но это кол. Это кол за ход на ХГ. А Иггис есть на Квине. БКБ нет на Энигме. Время... Время вжимать кнопки. Миланер готов, кстати, у Вайда. Но байбека нет. Пак крипскипит. Перехватывает пачку. И таким образом атака рано или поздно захлебнется. Но вы потеряете, скорее всего, Миришный Барак. Да. Уже его никак не спасти. Остаются на ХГ. Да и, в принципе, с пачкой крипов тут не расправлялись. Квин доволен. Но пак что-то выфармливает. Окей. 35 минут. Тут 30 тысяч золота преимущества Gaming Gladiator. Шансы у ВП тают на глазах, казалось бы. Но у них заряжены все кнопки. И этого Gaming Gladiator все-таки побаиваются. Хороший раскаст ВД. Но тут все так идеально должно сложиться. Я бы на их месте вообще не боялся ничего. Здесь невозможно их убить просто. Вот. Взять и нажать все кнопки. И справа драфт не умрет. Квин тем более... Можно стоять и бить. Два раза Квина убивать придется. Каски просто в крипов. Квин. Вот атака по итогу Квину. А выбросить его Тинни несколько героев. Он выбросил. Он выбросил. Байбек есть. Но это минус БКБ на Квинни. За счет одного героя. Вторая попытка будет или нет разыграна прямо сейчас. Дэмэжа просто нет по Квину. Боль. Ну еще одну линию отдают. Остается последний топ-лайн. А что они ждут? Я думаю, что ситуация не улучшится от того, что они не трейдят эти бараки на время фарма своих героев. Да. Они стоят и просто ждут. И от того, что ты нажмешь свои кнопки на бой... Ладно. Сейчас они ждали БКБ КД на Энигме. Теперь БКБ от кулдаунилась. Можно вставать. Идти. Бак. Первым влетает. Попытка надамажить Квина. Потом Тинни байбэкнулся, когда у него оставалось сколько? Секунд 20? Ну, возвращение. Потому что был кол на атаку. Пришлось нажать. Чего не сделаешь. Но это глобально, конечно, тоже. Еще одна кнопка, которая у вас отсутствует при финальной обороне. Айгес есть. То есть ничего для Gaming Gladiators не поменялось. У соперника по-прежнему все кнопки. У вас БКБ сейчас откадешится у Квина. Можно будет заходить. Не-не-не. Там БКБ отка дошелась у Энигмы. Надо сейвиться. Не понимаю. Ну, просто будет ли у вас ситуация лучше? Через там 2-3 минуты вы опять придете под вражеский ХГ и у Энигмы также будет БКБ то самое. Только еще пара артефактов. Ну, не пара. Хотя бы плюс артефакт. Может, Киридыч появится. Он себе Линкин сферу хочет сварить. Ну, демод же явно не появится. Проблема в том, что не могут под весь этот контроль сумасшедший найти урон. Ребята из ВП. Трикстер Клок еще появился у Хускара. Все хуже и хуже выглядит эта ситуация. Квин неубиваемая машина абсолютно. Ну, вот с Паразмой уже будет попроще. Но все равно будет тяжело. Но Сквадикс, она только в планах. Там как бы Сквадикс они нашли, мне кажется. Должны прочитать его позицию. Слева кто-то пройдет. Там Фишин поставит. Опс какой-то наглый. Туда опсы обычно не ставятся. Опа! Аюльчик. Аюльчик сразу же на реакции. Идти нужно отсюда к Паку. Спасся вроде бы. Прыгает Киритыч, пока не ставится хроносфера. Очень больно Сквадиксу. Ну и падает Т3. Все это время бараки голые остаются. Неужели так просто, ну, мега-чижня отдадут? Да, да. Попробовать, ну, что-то сделать. Походу отдадут. Нет выбора. Придется с мегакрепами играть. Просто, а уйдут ли гейминг-гладиаторсы? Так, Тофу готов на Асо посадить. Вижен поставил глубокий. Об этом никто ничего не знает. Что ночь и Бэтрайдера было не видно. Там Эйс бегает. Фарми двойку. У него своя игра. Он прилетит на ультимейте. Все под контролем. Гейминг-гладиаторс. Минишный Барак еще жив. Но сейчас новая пачка крипов. Будет финальная атака. Там, кстати, прыгнули. Вывозят. А вывозят кого? Вывозят Киридыча. Не будет крона. У него нет байбека. Жив, жив, жив. Жив. Уйти. Но погибает. Байбек на аникме. Лхоу отдали просто для того, чтобы спасти Киридыча. Селери бьет Барак все это время. Просто под бакбешкой стоит. Говорит, ребята, сейчас добьется. Все будет хорошо. Он же добьет, добьет, добьет. Добьет, добьет. Плюс мега-крипы от GG на 39-й минуте. Точнее, 40-й. Да, и был же Блоков. Кросфера по дурачье. Отдельно остался здесь на хайграунде. И погиб. Еле-еле убивают. Ты посмотришь, сколько денег получили за дурачье сейчас на команду. Да. Довольно много. Вроде бы это и круто, но несоразмерное количество золота в руках гейминг-гладиатор. Если что, Тофу в соло сейчас выиграл. Да. Он поставил вижен на хг. Через... Опа, нашли же Тофу как раз-таки. Наш герой. И забрали его. Забрали с него еще и дофигащи бабок. Так вот. На топе был поставлен вижен, за которым мы наблюдали. И FNG поставил сентри. Киритыч начал бить этот отвервервар. Соответственно, это был байт на обсер. И за лассо, соответственно, собирались его забрать. Пришлось тратить Блоков. Нотис, кстати, очень вовремя среагировал. Молодец. Да, за Блоков не убили. Но этот ультимейт позволил выйти Киритычу и остаться живым. Соответственно, дальше уже хранят веро дать дурачье. Который довольно странно, кстати, себя повел. Уже такой... А, мы хозяева на этой части карты, ребята. Бьем крипов прямо на хайграунде. Ну, в целом, сложно его, наверное, винить. Потому что сейчас выйти в ВП все равно никуда не могут. Пуш потенциала у них тоже нет. После этих двух фрагов они там никуда не пойдут. Т2 сносить. Паразма! Вот она! Как раз-таки с отсчет фрага на дурачье. Потому что Сквадикс получил себе лассхит. И потом они еще и залутали фраг на Тофу. Итого Паразма уже может быть опасной, честно говоря. Да, там ХП справа очень много. Еще и грипсы там всякие есть и так далее. Есть чем подхилить. И эйс с ультимейтом также поможет. Но все равно. И это уже начало того самого пака, к которому мы привыкли. Который за Аганим, за ультимейт способен просто уничтожить оппонента. Просто кажется, что без ошибки со стороны Gaming Gladiators в ВП, что бы ни делали, им будет практически невозможно перевернуть. Но, друзья, вы, если уверены в обратном, тем приятнее будет бонус от Winline. Фрибет 3000 рублей. Забирайте. Пара дота, промокод, баннер в описании по трансляции. Все вы и так знаете. Самое главное помните, что Winline регулярно обновляет свои акции для вас. Поэтому нужно чекать, проверять и все лутать. Собираются вместе Gaming Gladiators под под. Вот, следующий Рошан через 20 секунд обновит свой таймер. Не знаю, будут ли они вообще брать этот Аегис. По-хорошему надо. Все-таки переигровочки. Вы первую карту проиграли. 37 тысяч на 41-й это не супер много денег. Это, конечно, тотальная доминация. Но с драфтом слева все еще страшно. Можно... Вот вчера мы или позавчера видели катку Паэлла и Зевса, которые дефались до 70 тысяч превосходства противника. Там 67 было, если будет точно. Вот, 67 тысяч это та самая цифра, на которую, я считаю, можно заходить на трон. Если это переигровки, если это и БО1, и второго шанса не будет. Ну, в случае GG не будет, если они проигрывают в этой карте. Ну, боже мой, какая же жесть будет в том случае, если VP все-таки смогут откомбэкнуть. Им нужен один файт, который они выиграют. Ну, вот нормальный, чтобы убить парочку коров, суппорта, да... Проблема тут в другом. Если даже ты сейчас отдаешь все кнопки, вот... Ну, еще Авигес, да, будет. Ты отдаешь все кнопки GG, просто жмут байбэк и идут тебе в трон. Нет, так нечестно. Ну, придется. Ну, на полном серьезе, да? То есть, а ты со своими байами, скорее всего, ничего уже не сделаешь. Потому что, ну, окей, ты выйдешь там на Айникни, и что дальше? Заспаунишь лидолоны, вот это сильно, конечно. Midnight Pulse. Все, поехали. Периодический дэмэдж. В этом проблема. Ну, Бинас Атаник готов. А Иггес также к нему отправляется. Ну, все, надо идти просто Т4 сбивать и... Просто я смотрю на Селери и понимаю, что он объемом такой же, как Киритыч. Вот в чем, как бы, сложность. Пятерочка. Да, у него не тот билд, возможно, не на фулл дэмэдж. Да, он тут явно не про ДПС. Но просто факт значимости этой персоны сейчас. Я думаю, у него билд под названием «Я не умру от пака». То есть, у пака здесь надежда на то, что, да, он там в бэклайне поставит дремкойл и без саппортов за секунду, и понеслась. Но нет, ничего подобного не произойдет. Хекс готов на Энигме. Вот это уже серьезно. И байбэков нет ни одного у ВПа. Два по деньгам... Три по деньгам, прошу прощения, и два по таймеру. Ну, вложились в эту защиту, собственно, подтверждает твои слова. Так, надежда какая? Что Союз тоснет кого-то на базу. Квина, например. Можно же CCNC отправить на базу? Толсом? Или нет? Чтоб ФНГ стоял прямо на базе. Сейчас мы это и выясним. Квин, еще один смог, кстати, повторяют. Продолжают Gaming Gladiators. Т4 падают сами по себе уже тихонько. Напряжение сумасшедшее. Там руна волшебства и сможет найти ее сверху. Союз разревелил. Уходит на Блинкемп. По итогу ФНГ должен уходить на форстафе. Т4 сломаны. Первое, Т4. Второе, Т4. Прыжок от Киридыча. Хрансверу пока не оставил. Союз с Эплгречкой. Трон уже голый стоит. Не дать пульс. Там Dreamcoil поставили в спине, кстати. Да, да, да. Ну, пытается убить хоть кого-то за Dreamcoil пак. Но демона же не хватает. Даже Бетрайдер, оказывается, направляется в таверну. Дракон горит. МКБ появляется на Киридыча. Дофармил. Для решающей драки. Без бая будут сейчас в ВП играть. Лассо пошло на тофу. Прошу прощения, Саюша. Саюш погиб. Байбэк есть у Тини. Байбэк есть в ту же самую секунду. Квин начинает просто настрелить. Киридычка трансфера поставлена. Но в одного суппорта летит Тейс. Говорит, мое время. Это байт на ультимей Тейса. Теперь время было холода. Нотис, время, время. Нотис Жека вжимает и умирает. Изи катка, Изи лайф. Джи или нет? Да, да. Джи выигрывает в этой катке. Не получилось быстро проехаться по сопернику Gaming Gladiator. Сыграли за 50 практически минут. Но самое главное, остались в игре. И теперь уже на 2П этот дамоклов меч заносится. Им играть с OG в следующую встречу. Да, если они проигрывают OG, то они вылетают с турнира. Что ж, жестко. Жестко. Хороший драфт от Сивая. Мне очень понравилось то, что он выполнил. Да, и увидел, как только противник хочет в лейт. Кускара пикаем сразу. У нас здесь хорошая инициация в виде бэтрайдера. У нас все идет вот прям как по нотам. И в случае с дурачом, соответственно, если ты доминируешь карту, тебе очень легко играть со Сларком. Так как он дает тебе очень-очень много именно доминации по вижену. Возможности по цепу и так далее. Короче, шикарное исполнение. От GG и отправимся в аналитику. Да, все действительно было по плану гладиаторов. За исключением некоторых деталей, которые чуть было не вернули ВП к жизни. Давайте вспомним, что у нас здесь произошло. Но, в принципе, Фобос был прав с той точки зрения, что начало было сложное. Это начало еще усложнили себе ВП, отдав 2 кила до крипов. Причем дурачье и еще и сквадикс. Ну, блин, знаете, это вот такая база. Во-первых, мне грустно, что фиолетовый драфт у нас не победил, за который я топил за наших бойцов непосредственно. Но, в целом, то что было. Есть одно базовое правило. Не фить до крипов. Не нужны вот эти риски, которые просто не оправданы. Зачем лишний раз ты себе палки в колеса просто вставляешь? И, ну, что здесь мы имеем? Мы имеем драфт, который имеет большие кнопки, и мы имеем хай-темп, который идет у вас. Но, очевидно, если ты этому хай-темпу дашь еще и, так сказать, палки, ну, делай, что хочешь. Поэтому игра была абсолютно закономерная, если честно. Не совсем понятно, в чем была идея, что вышло так, что ситуацию ты должен спасать Артема ФНГ на пятерке. На ВИЧ-докторе. А когда ситуация такая оказалась, где к тебе приходят на каком-то тайминге оппоненты бить базу, а ты ничего не можешь, то, собственно, что ты сделаешь на этом ВИЧ-докторе, Джакиро? Я не знаю, кого он там должен был взять. То есть, вообще, сам поинт того, что у тебя осталась пятерка, однозакрывающая, и это уже говорит о многом. Ну, а так, я, честно говоря, не знаю, как можно было чего-то другого ожидать. Ну, я тебе скажу, смотри. Старт был, давай так, старт был более жесткий, чем я предполагал. Течение игры более медленное. То есть, все-таки, гладиаторы, по сравнению с OG, играют более расхлебанно, дают подарки. То есть, ты ведешь 10 тысяч, за счетом 1-6, за счетом будет 6-8 какой-то момент. Ну, смотри, вот первый подарок. Миста обрана. Раз. Дальше. Момент на миде. Вот здесь я, если честно, думал, что все. Потому что, ну, отдали бы там Гирыча, отдали Сларка, но они же отдали сейчас вообще 4-х игроков по итогам. Нет, тут прикол в том, что они должны здесь дефить, мне кажется. Просто они это делают, ну, поздно. Поздно нажимают кнопку брейкер, поздно Кускар нажимает ТП, поздно Бэтрайдер подходит. Ну, то есть, они это все делают с задержкой, там, секунду-две. Вот, что как раз приводит к такому результату. Вот. И потом самое забавное, когда они там уже засидели, там, до 8 тысяч, вот, они уже сами пошли забирать объекты, и как-то очень-очень легко получилось. То есть, игра оказалась затянута, что давала шансы ВП, вот. Но даже при этом, ну, я думаю, все видели, как просто подошли гладиаторы сносить хайграунд, и что? Даже не попытались подраться. Одна сторона упала, вторая сторона упала, третья сторона упала. Оставили только подарок в виде дурачьё. Сказали, забирайте, вот вам компенсация. И все. Ну, сложно немного что-то говорить, когда на 20 минуте, там, уже 12 тысяч ты проигрываешь. Банально, просто слева не хватает бёрста, чтобы как-то переломить, подловить, за счет чего-то вернуться. Казалось бы, Вичдоктор, который у Фоба говорил, это тот самый герой, который даст дэмэдж под эту хрону, и нет героя, кто лучше бы справился этим. Может быть, тот же Джакира, которого ты назвал, но в целом... Ну, а пора. Ребят, вот такая что драка, где нажимается ульт-брейкера, и весь урон от этого вхеливается. Там будет там Мичдоктор, Джакира. Тут уже, ну, нужно учиться. Да. Вот тут тоже. Вот это причина, почему брейкер против Энигмы силён. Ну, и против Айда. А тут у тебя два героя. Ну, что ключевое? У тебя два героя против брейкера, которые не хороши. Вот. Да и против Ускара, наверное. Потенциально может быть кором вертолёт, что могло быть стабильнее, чем Сларк. Потому что... Ну, в чем была идея Сларка, мне кажется? Они в какой-то же момент... Помните, Аршиды купили очень ранее? Угу. И пытались бегать, ловить по карте. У них не получилось, на самом деле. Они на этом отдали много денег, Аршиды были нереализованы. Вот. С вертолётом бы они такой... Ну, таким действием не занимались. Ну, понятная игра была бы другой, но вот, на мой взгляд, вертолёт был бы ещё стабильнее. С точки зрения и передвижений, и доминации, и сноса хайграунда, в конце концов. Вот. Но даже при всём при этом, ну, настолько без идей было, настолько беззуба. Пожадничали в ВП. Видно это было и на драфте, и сказалось это... Хотя игра гладиаторов была не идеальна. Ну, опять же, если не умирать до начала, не принимать ранние драки, которые вам вообще не нужны, где каждый раз вы отдаёте по 4 фрага, то... Ну, просто нужно было затягивать в лейт. У вас же, в принципе, всё есть для того, чтобы затянуть в лейт. Да, понимаю, что, скорее всего, внешних вышек не останется. Но что поделать? Вы сами выбрали такой драфт и такой исход. Вы знали, что к чему ведёт. Да, мы вот смотрим. У Войда 0 киллов, у Энигма 1, 7 смертей, огромная коллиня. У Эйста вообще геймплей был, он 500 крипов налупил. Ходишь, качаешься. Причём, чем дальше от врагов качаешься, тем лучше. Нажимаешь одну кнопку, когда тебе говорят там... Давай! Лети! Блэкхолл. И ты полетел. Союж тоже. Ну да, всё тут... То есть, очень простая игра для гладиаторов. Эйсу вообще ничего делать не надо. Вот абсолютно. Потом, получается, Бэтрайдер с Ларк ходят по карте и ищут киллы. Хускар просто пошёл, убил Рошана, вернулся, пошёл там лес по файлам, опять убил Рошана, потом пошёл одну вышку. Ну да, это занимает время, потому что больше никто базу не бьёт. А Хускар всё-таки сам это делает долго. Вот. Но у ВП ещё был драфт настолько плох в плане того, чтобы откинуться, что хуже как будто придумать тяжело, если честно. если всё, что у тебя есть откинуться, это подстелить медленд пульс, который против Ускара не работает и вызвать вот этих эйдалонов и всё, ну это очень мало. Так мало того, эти эйдалоны даже, мне кажется, минус были, потому что он этот станция баскидывал обдих постоянно. Да, да, он постоянно ультовал. Ну, в общем, тотальная доминация, четыре, несмотря, пусть сейчас не смущает равный урон по героям. Но ты энигма набила по этой... Да, доминация никакой... Тут просто, да, регенерация не указана. Сларк много регенит сам по себе. Хускар регенит. Хускар регенит сам по себе и Брейкер регенит ну и сам по себе и... ну, тычками типа. Ну да, это понятно, спасибо. Да, в общем, такая игра получилась. Она похожа на первую карту, немного отличается тем, что ВП здесь явно должны были просто сидеть в лейт, но не получилось у них и теперь прицел смещается на команду Virtus.pro. Теперь они на грани вылета. Об этом мы чуть позже поговорим. Дело в том, что у нас очередное угаданное слово. Я не успел его даже загадать, да, еще сказать, что мы вот посмотрели, что у нас из шести букв и уже мы угадали. А кто угадал? У меня есть никнейм какой-то? Мне, кстати, даже никто не сказал, какой никнейм. А угадай, какой никнейм. Да, я не знаю. Шесть букв. Есть, мне написали Ужаков. Ужаков. Шесть букв. Шесть букв. Возможно, это он и загадан. Давайте смотреть, что у нас там за слово спряталось и что за приз будет. Кор дан. Или кар дан. Кор дан, если мне делать секрет, и кар дан, если... Это в машине. В машине. Угу. Ах, Кираса. У меня просто все мысли о Киритич. Вижу Кир, понимаю, что Киритич. Да, Киритича мы еще сегодня увидим, потому что, как минимум, одна карта ему предстоит. Посмотрим, что же Ужаков выиграл. Адвинлайн. Открывается наш бездонный сундук с сокровищами. У, там, блин, лежит на самом деле. И это 5000 рублей фрибет. Мы подбираемся к групповой стадии и у нас уже призы выросли в 5 раз. Только что был 2000, уже 5000, на первой мы были по 1000. Все навсего. Но и это еще не все. У нас будет и новое слово, которое будет загадано в перерыве между картами и вы опять сможете его отгадывать. И скольки оно букв пока можете догадываться, но за это вам ничего не будет. Мы же вернемся к нашей аналитике. Мы, в принципе, по каждой команде прошлись уже. Да, и Гладиаторов обсудили, посмотрели, и Ужи обсудили, посмотрели, и ВП обсудили, посмотрели. Давай еще раз. Но теперь у нас последняя комбинация из доступных. Теперь у нас ВП и Ужи будут выходить на арену и будут биться друг с другом для того, чтобы выявить... Ну, тут все просто, да. Либо ВП покидают турнир, и это простой исход. Либо же нас ждут второй тур переигровок, опять все заново, то, с чего мы начинали несколько часов назад. Но перед тем, как поговорить о третьем сегодняшнем матче, мы уйдем на небольшой перерыв. «В acordанах» «Война» «Воима»